Две территории Наринмара и поселка Искатели, благоустроенные в 2017 году, вошли в федеральный реестр лучших практик. В целом, федеральное ведомство одобрило для включения в реестр 125 проектов из 47 регионов страны. Депутаты в Норде, окружные парламентарии с рабочим визитом побывали во дворце спорта, где осмотрели спортивные помещения и обсудили с руководством ряд вопросов. Встреча после долгой разлуки. Бурый Мишка вышел из зимней спячки и уже принимает первых гостей. Во имя добра в школе номер 4 прошла благотворительная ярмарка семейного творчества. Здравствуйте с обзором главных новостей к этому часу в студии Ирина Нижалова. Минстроем России сформирован федеральный реестр лучших практик по итогам реализации в 2017 году приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В реестр вошли и дворовые территории Ненецкого округа, расположенные в Наринмаре и поселке Искателей. В целом федеральное ведомство одобрило для включения в реестр 125 проектов из 47 регионов страны. Ненецкий округ в федеральном реестре представлен дворовой территории по улицам 60 лет Октября и строительная в Наринмаре, а также дворовой территории по улице Монтажников поселке Искателей. Оба объекта были благоустроены прошлым летом с привлечением федеральных средств. Реализация федерального приоритетного проекта формирования комфортной городской среды началась в 2017 году. Тогда Ненецкому округу было выделено из федерального бюджета 10,4 миллиона рублей. Окружной бюджет в рамках софинансирования добавил еще 15,6 миллионов рублей. На эти деньги было благоустроено две дворовых и три общественных территории Наринмара и поселка Искателей. В 2018 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в регионе планируется благоустроить 10 общественных и четыре дворовых территории. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 6 миллионов рублей. 60 миллионов рублей предусмотрено в бюджете региона и еще как минимум по 3 процента от общей суммы добавят сами муниципалитеты. Предприниматели Ненецкого округа могут получить доступные займы под 6,5 процентов. Программа льготного кредитования в регионах реализуется при поддержке правительства России. На федеральном уровне определен перечень банков участников проекта. В Ненецком округе доступные займы бизнесу готовы предложить Сбербанк и ВТБ. Кредиты под 6,5 процентов предоставляются предпринимателям, работающим в приоритетных для государства отраслях. Это сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь, туристская деятельность, здравоохранение и утилизация отходов. Как пояснили в Департаменте финансов и экономики Ненецкого округа, финансирование программы для каждого региона определяется исходя из спроса, то есть предпринимательской активности. Сумма финансовой поддержки будет зависеть от регионального пулу проектов, поступивших заявок на предоставление кредита по льготной ставке 6,5 процентов. Во вторник, 10 апреля в 16.30 в региональном центре развития бизнеса состоится встреча с предпринимателями по льготной программе кредитования 6,5 процентов. Участникам расскажут, как воспользоваться дешевым кредитом. Кроме того, в ЦРБ и Департаменте финансов НАУ готовы оказать содействие предпринимателям в подготовке заявок на получение доступных займов. Порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей перечислено окружным семьям, где родился первенец. С начала года в НАУ получателями президентской выплаты по рождению первого ребенка стали 22 семьи. Всего за это время в округе родилось 45 первенцев. Напомню, ежемесячная выплата на первенца введена в Россию в 2018 году по поручению главы государства Владимира Путина. В нашем регионе эта поддержка при рождении детей является одной из самых высоких в стране и составляет 21 973 рубля. Выплату на первенца, рожденного в 2018 году, назначают региональные органы социальной защиты населения в рамках федерального финансирования. На эти цели в федеральной казне для нашего региона предусмотрено более 15 миллионов рублей. Заявление о назначении выплаты подается в отделение социальной защиты населения напрямую или через многофункциональный центр «Мои документы». Обратиться за выплатой необходимо не позднее, чем через 6 месяцев со дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата предоставляется до достижения ребенком полутора лет. Как поясняют в Департаменте здравоохранения, чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая новорожденного. Если полученная сумма окажется меньше полуторакратного прожиточного минимума в округе, семья имеет право на получение ежемесячной выплаты. Задача по вовлечению жителей округа в массовый спорт выполняется. К такому выводу пришли депутаты окружного собрания, посетив дворец «Спорта Норт». Там законодатели побывали совместно с представителями общественной палаты и профильного департамента. В ходе рабочей поездки они осмотрели помещения спорткомплекса, спортивных залов, бассейнов и теннисного корта. Во дворце «Спорта Норт» работают 8 площадок для занятий спортом. Это три бассейна, несколько тренажерных залов, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Каждый день их посещают порядка тысячи человек. Все площади задействованы максимально эффективно, каждый квадратный метр. Оно видно. Мы прошли по всем помещениям и везде предполагается загрузка серьезная, действительно, все рабочее. Это не просто где-то. Поэтому здесь в этом смысле нормально. То, что как раз сделано на то, чтобы был максимально функциональный наш спорткомплекс. Правильно? Осмотрели депутаты и новый теннисный корт, открытый в этом году. Спортивный объект представляет собой каркасно-тентовую конструкцию с двумя полями для игры в теннис. Все те, которые сегодня приходят в этот зал, испытывают очень огромное удовольствие. Это во-первых. Во-вторых, сегодня появилась возможность начинать начинающим и детям, и взрослым осваивать эту хорошую, замечательную игру. Большой теннис, он развивает все тело человека. И тут надо и бегать, надо и хорошую реакцию иметь, и сильные руки иметь. В общем, развивает всего человека. Я думаю, что замечательный подарок для наших спортсменов и для всех тех, которые хотят освоить этот вид спорта. В ходе рабочей поездки депутаты также обсудили вопросы кадрового состава учреждения. Дополнительного образования для детей на условиях софинансирования и предложения по его дальнейшей реализации. На сегодняшний день 80% платы за посещение секции берет на себя округ. Еще 20% оплачивают родители. На наш взгляд, прежде чем применять какую-то другую форму оказания услуг в рамках возвращения обратного процесса, так называемого бесплатного доп. образования, мы должны хорошо изучить этот вопрос. Вопрос кадровый. Есть ли у нас на сегодняшний день педагоги, которые соответствуют всем новым федеральным государственным стандартам, которые должны отвечать концепции развития доп. образования. Мы должны понимать, что нам в округе нужно развивать помимо спортивного направления и техническое направление, что очень важно. Как считают депутаты, главная задача окружных властей – максимальное вовлечение жителей округа в спорт – на сегодня выполняется полностью. В ближайшее время в Норде планируется открытие солярия и массажного кабинета. Александра Литкова, Дмитрий Лукеевич, Телеканал «Север». Безудержное веселье с риском для жизни. Трое посетителей одного из ночных клубов Наринмара были доставлены в реанимацию окружной больницы с диагнозом алкогольное отравление и кома. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции 8 апреля в 2 часа ночи. Молодые люди почувствовали себя плохо в процессе участия в конкурсе на максимально быстрое распитие спиртных напитков. В ходе развлекательной программы, организованной для посетителей клуба, молодые люди согласились принять участие в конкурсе под названием «Давай на спор». Участникам предложили выпить алкогольные коктейли на скорость, то есть 750 мл за одну минуту. Выпивка предлагалась за счет заведения. Трое посетителей одного из ночных клубов города Наринмара были доставлены в Ненецкую окружную больницу с диагнозом алкогольное отравление, кома. В ходе проверки было установлено, что трое посетителей участвовали в конкурсе, проводимом в данном заведении, где употребили большое количество алкогольной продукции, что и повлекло сильное алкогольное опьянение. В настоящее время полицейскими изъята вся алкогольная продукция, проводится проверка. Все пострадавшие на следующий день отправились домой и в медицинской помощи не нуждаются. В прокуратуре округа пояснили, что в случае обнаружения состава преступления по результатам доследственной проверки органами правопорядка может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Сувенирная продукция, вещи ручной работы, кондитерские изделия домашнего приготовления, беспроигрышная лотерея и мастер-классы. В школе номер 4 прошла весенняя благотворительная ярмарка семейного творчества. Не с пустыми руками ушла и наша съемочная группа. Эй, не стойте у дверей, заходите к нам скорее. Народ собирается, наша ярмарка начинается. Под песней и пляски в школе номер 4 открылась весенняя ярмарка семейного творчества «Наши руки не для скуки». Ежегодно к этому событию каждый класс готовит свои поделки. У меня слаймы. У меня досочки, помпошки и роза. А у меня полотенца. Нет, мне помогала мама и машинка. Такой богатый ассортимент товаров можно встретить только на ярмарке. Здесь отростки комнатных растений, прихватки, вязаные носочки, игрушки, картины, цветы из воздушных шаров и другие товары, которые обязательно найдут своего покупателя. Вот книги, пазлы и диски. Для них 50 рублей, для них тоже 50 рублей, тоже 50 рублей. Кто-то еще есть. По старой доброй традиции весенняя ярмарка собирает ценителей вещей ручной работы и любителей домашней выпечки. Ученики вместе со своими родителями приготовили для гостей огромное количество вкусных угощений. Угощаем пиццу, там мини-пицца у нас, трубочки со сливками, тортики малыш, кексики и вот бабочка. С пирожками, с тортиками, ну и соком. Готовы сами? Да, почти все. Сосиски в тесте, вот такие пирожные, пироги. Вот такие маленькие пасхи. Еще в этой арестанте, еще родители? Ну, тут еще с других, ну, со всего класса. А здесь в ярмарках участвуют? Нет, первый раз. Наша ярмарка только набирает обороты по количеству их, как участников, да, потому что классов у нас с каждым годом становится больше. Также и по количеству гостей. Поэтому в этом году, естественно, народу гораздо больше, чем в прошлом году. Участие в ярмарке приняли 46 классов, школа номер 4 и кружковцы. Благодаря им, а также гостям, школа собрала свыше 100 тысяч рублей. По традиции, эти средства пойдут на благотворительные цели. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Победители регионального этапа конкурса «Чтецов» «Живая классика» выбирали сегодня в Наринмаре. По условиям интеллектуального соревнования, трое победителей представят наш регион на финале международного конкурса, который состоится в детском оздоровительном центре «Артек» в Крыму. На финальном этапе регионального конкурса «Живая классика» за победу борются шесть чтецов. Трое из них победители поедут в «Артек». За спиной у ребят два отборочных тура – школьный и муниципальный. Со сцены звучат прозаические произведения известных писателей, которые не входят в курс школьной программы по литературе. Но теперь воротник напянулся на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево. Зоченко, Стругацкий и Драгунский выступление не должно занимать больше пяти минут. Восьмиклассница Карина Венукан выбрала трогательный рассказ о петербурженке Вале Зайцевой. Признается, определиться с произведением помогали педагоги. Ольга Горбунова и Алла Юшманова. Мы все вместе, втроем искали. Было много произведений, но мы именно это отобрали. Было трудно искать, потому что очень много хороших произведений, и не все подходит детям. Артем Долгобородов, можно сказать, профи. Ему уже удавалось дойти до финала. В этот раз опытный чтец приготовил отрывок из Стругацких. Говорит, залог успеха в том, чтобы произведение нравилось самому. Главное подобрать произведение, которое подходит по душе. И это главный, так сказать, пункт. Если подобрать по нему произведение, то все получится. Конкурс «Живая классика» от года к году набирает популярность. За несколько лет из обычного школьного мероприятия он разросся до международного масштаба. Конкурс очень популярный. С каждым годом все большее количество ребят участвует в «Живой классике». Мы открываем для себя какие-то новые произведения. Ребята подбирают музыку, продумывают костюмы. Выбирать лучших из лучших всегда непростое задание. Тем не менее, жюри объявило троих победителей. Лучшими чтецами на региональном этапе стали Артем Долгобородов, Дарья Чупрова и Карина Венукан. Теперь ребятам предстоит выступление в Артеке. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Самый любимый четвероногий житель Неницкого округа «Бурый медведь» вышел из зимней спячки. Долгую разлуку с косолапым отметили большой встречей. К Михаилу в вольерный комплекс заповедника Неницки пришли многочисленные гости. Их, кстати, с каждым годом становится все больше. И Миша, конечно, этому рад, ведь друзья идут не с пустыми руками, принося много разнообразных вкусняшек. В гости к всенародному любимцу, прихватив с собой сгущенку, отправилась и наша съемочная группа. На, Мика, да. На, Мика, смотри. Сейчас откусить не могут. Я еще вам. На, Миша, кушай, 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 кушай. Миша, кушай, кушай, кушай. Поэтому выглядел в этот день он на все 100. Впрочем, даже на 300. Именно 300 килограмм весит косолапый. И даже за время спячки лесной житель почти не похудел. Чему очень рад его приемный папа Дмитрий Леонов. Мужчина ухаживает за буром, кормит и поит его на протяжении 6 лет. Как чувствует себя, Мишка? Ой, все нормально, все хорошо. Жив-здоров, бодрствует, бегает, прыгает. Раньше времени он проснулся? Раньше времени проснулся. Если честно, я проснулся давно, уже примерно с месяц. Но ходил в таком состоянии, сонном. Он для тебя уже стал как член семьи? Ну, конечно, конечно. Просыпаюсь. Ну, как же ж там, Мишенька мой. Да, пойду, проведу его. А он мне говорит, здравствуй. Впрочем, родный медвежонок стал для всех сотрудников заповедника. Ведь здесь он живет с 2012 года. Причем в самых комфортных условиях. Хотя такой размеренной, соответствующей биологическим часам жизнь Миши была не всегда. Ведь до этого бедолаге приходилось выживать в тесной клетке на городской свалке среди куч мусора и почти непрекращающегося шума. Спать он не мог, а кушать было просто нечего. Тощим и больным его приютили в заповедники. Нинецкая нефтяная компания для Косолапова построили вольер. По меркам специализированных питомников, небольшой, но уютный. Здесь у него есть место для отдыха, игр и даже маленький бассейн. Купаться и принимать души шланга в теплое время года для Мишки – излюбленное занятие. Сейчас наблюдать за Мишей одно удовольствие – холеный, откормленный, с густой шерстью, веселый и игривый. Ну, потому что здесь звезда. Здесь медведь, я думаю, если бы его не было, ну, просто вот эти вот игрушки, все они не были бы так популярны. Все приходят, конечно, посмотреть на нашего общего любимца Мишку. Действительно, пока Миша с упоением поглощает разнообразную еду, за ним наблюдают десятки любопытных глаз. В полном восторге от Косолапова и взрослые дети. К нему на протяжении шести лет не зарастает народная тропа. За день посетить Мишу и покормить полюбившимся сгущенным молоком приходят от пяти до десяти человек. За год это число варьируется от восьмисот до тысячи. Кстати, те, кто еще не поприветствовал Михаила после его пробуждения, могут сделать в любой день с девяти часов утра до пяти вечера. И не забудьте прихватить с собой угощение. Ведь Мишка в этом году отмечает еще и красивый юбилей – 25 лет. Мишке в этом году 25 лет, что пожелаете? Ой, Мишке поздравила, конечно, здоровье, чтобы он жил. Ну и, может быть, ему спутницу еще в жизни какую-то. Я пожелаю, чтобы он хорошо жил, чтобы у него настроение всегда было веселое и чтобы он никогда не скучал. Чтобы у него было всегда здоровье, чтобы спал крепко, чтобы был сильным, чтобы побольше боксом занимался. Круто он. Вот что я скажу. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.